Почему для Республики Мариел дата 17 декабря может считаться практически таким же красным днем календаря, как и 23 февраля, День защитника Отечества? Ответ на этот вопрос прост. 17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Почти 55 лет на территории Республики базируется Ишкаролинское соединение РВСН. В этом году морейских ракетчиков перевооружили. На вооружение поступил ракетный комплекс «Ярс» в подвижном грунтовом варианте. Это тот самый случай, когда обычный будний день превратился в историческую дату. На вооружение Ешкаролинской ракетной дивизии поступили новые комплексы пятого поколения «Ярс». Аналогов в мире нет. «Ярс» словно дикий зверь, мобилен и незаметен. Пусковой комплекс практически невозможно засечь из космоса. Его можно увезти за сотни километров от пункта дислокации и спрятать в бескрайних морейских лесах. Над его созданием трудились тысячи специалистов и более 500 предприятий по всей стране. Ведь перевооружение – важное событие не только для личного состава Ешкаролинской дивизии, который, кстати, для работы на новой технике переобучили. Ракеты стратегические, а это значит, речь об интересах всего государства. Личный состав прошел обучение на 183-м центре в городе Мирный. Обучались мы там в течение месяца. Все рады этому событию, все горды и счастливы, потому что это знаковое событие именно для нашего полка, потому что мы первые заступали в свое время на комплекс «Тополь», а сейчас заступаем у нас в республике на комплекс «Ярс» впервые. О тактико-технических характеристиках «Ярса» в силу понятных причин известно, конечно, немногое. Но даже имеющаяся информация впечатляет. К примеру, при дальности применения в 12 тысяч километров отклонение ракеты от цели не превышает 150 метров. Все 16 колес многоосной шасси – ведущие. То есть фактически для этого комплекса не существует непреодолимых сухопутных преград. Мощность заряда – 300 килотонн. Это примерно 30 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. В этот исторический день с нынешними ракетчиками и ветераны. Станислав Суровцев, полковник запаса, помнят, как в 50-х годах прошлого столетия из инженерной бригады сначала сформировали «Яшкаролинское соединение», а затем впервые в стране вооружили ракетными комплексами, в том числе и межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь». В 2017-м «Яшкаролинские ракетчики» отметят свой 55-летний юбилей. Освоение новой техники и прием постановки военного дежурства – высокая ответственность. И вы должны гордиться этим. Вы должны оправдать доверие командования, доверие ветеранов и выполнить все поставленные задачи. К приезду Ярсов «Яшкаролинская дивизия» готовилась тщательно. Все комплексы за считанные минуты поместили на боевую стартовую позицию полка. Впрочем, ракетный комплекс – это не только сами ракеты. Это машины связи и обеспечение боевого дежурства. Они тоже новые, современные. Данный агрегат выполнен на базе шасси более нового поколения Минского завода. Отличается конструктивно кабиной. Соответственно, он больше, удобнее, чем на предыдущем комплексе. Не нападение, а защита – главная задача современной военной техники. Планируется, что в ближайшие годы Ярсы будут составлять более половины ударной группировки ракетных войск стратегического назначения. Полное перевооружение соединений должно пройти к 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова